Ребята, всем привет! В сегодняшнем видео я бы хотел рассказать про накамерные микрофоны. В частности, про накамерный микрофон, которым я очень долго пользовался. Это Rode VideoMic. Достаточно неплохой микрофон, направленный, пушка. Я снимал долгое время, покупал я его еще в 2012 году, сейчас 2020, получается ему уже 8 лет. Я начал искать какую-то альтернативу этому микрофону и наткнулся на микрофоны фирмы DATI. И купил себе микрофон DATI V-MIG D3 Pro. Он мне обошелся в районе 200 долларов. Он стоит, в принципе, не очень дорого, но по качеству и по удобству этот микрофон меня полностью устраивает. Я уже им отснял несколько съемок. Главное преимущество в том, что вот этот микрофон, когда его устанавливаешь в камеру, он очень сильно выпирает и нет возможности смотреть в видоискатель. Когда снимаешь на сильном солнце, я обычно смотрю в видоискатель у камеры. И мне всегда приходилось скручивать этот микрофон, это не очень удобно. На DATI есть специальная рельса на этом крепеже. Его можно вперед-назад двигать и установить таким образом, чтобы смотреть в видоискатель. И он не мешает совершенно. Плюс этот микрофон DATI компактнее, он меньше в размере, он чуть полегче. И есть еще классная фишка, то что вот этот микрофон его включил, и он, в принципе, жрет батарейку, пока находится в состоянии готовности, скажем так. И его нужно постоянно включать-выключать. Я просто бываю на съемках, бывало, выключал его и забывал иногда включать. И у меня, соответственно, звука не было. У микрофона DATI есть такая классная фишка. Он понимает, когда ты выключил камеру. То есть ты выключаешь камеру, и микрофон тоже выключается. Он переходит в спящий режим, в котором он вообще не жрет батарейку. И когда включаешь камеру, микрофон автоматически включается. Это вообще очень удобно, очень классно. То есть я в начале съемочного дня просто включил микрофон, и все. И я забыл о нем до конца съемок. В конце съемок я его выключаю, и все. А на протяжении съемочного дня я включаю и выключаю камеру, и микрофон тоже выключается. И еще одно. Вот на Rodeo только один фильтр, одно положение. Фильтр 80 Гц. А на DATI два положения. 75 и 150. Кстати, сейчас весь свой монолог я как раз записываю на микрофон DATI. Поэтому можно послушать качество звука. Но сейчас будут сравнения. То есть я буду в одних и тех же условиях записывать звук на этот микрофон и на микрофон DATI. И можно будет послушать, сравнить. Также в описании я скину файлы, которые можно будет скачать и покрутить в монтажке. И послушать более детально. Сейчас я записываю на микрофон DATI V-MIG D3 Pro. Камера Sony 7 Mark III. Фокусное расстояние объектива 50 мм. Расстояние до меня от камеры примерно 2 метра. На камере выставлен уровень громкости 12. На микрофоне выставлен максимальный уровень чувствительности. Колесо повернуто на десятку. Сейчас вы слышите, что уровень громкости очень слабый. Потому что я оставил те же настройки в камере, которые использовал, когда записывал с микрофоном DATI. Rode VideoMic пишет гораздо тише. И чтобы сравнить по уровню, я оставил те же настройки. Итак, та же камера Sony Alpha 7 III с микрофоном Rode VideoMic. Фокусное расстояние 50 мм. До камеры 2 метра. И уровень громкости в камере я выставил плюс 12. Сейчас та же камера Sony Alpha 7 III. Тот же микрофон Rode VideoMic. Но при этом я изменил настройки входного уровня сигнала звука. Поднял его до 22. До этого на микрофоне DATI и на этом же микрофоне Rode VideoMic я записывал с одинаковым уровнем громкости плюс 12. Выставленным внутри камеры. Сейчас я сделал уровень громкости. Поднял его до такого уровня, чтобы он был примерно на том же уровне, что и микрофон DATI. Сейчас вот уже снял камеру со штатива и вспомнил про одну классную особенность микрофона DATI, про которую я не рассказал. У этого микрофона есть рукоять прямо на самом микрофоне, с помощью которой можно регулировать чувствительность. Это такое колесико, которое крутишь от 1 до 10, и ты можешь прибавлять чувствительность микрофона, уровень громкости. При этом не нужно заходить в меню камеры и что-то там менять внутри самой камеры. Помимо того, что это очень удобно, можно на самом микрофоне выставить максимальный уровень чувствительности громкости, да? А в самой камере его понизить. То есть, например, в камере на Rode я раньше всегда ставил уровень где-то плюс 22, плюс 24. И это было многовато, потому что микрофон уже начинал ловить лишнее, и появлялись шумы. Сейчас на DATI я ставлю плюс 10, плюс 12, и уровень громкости тот же получается. Но при этом звук гораздо чище, он лишён шумов. При этом он такой же плотный и такой же чистый. Поэтому уровень усиления у DATI значительно выше. Я, честно говоря, сомневался, когда я его покупал, потому что Rode это проверенный бренд, а DATI это всё-таки Китай, хоть и хороший на Китае, но были сомнения. Но когда я его купил и поснимал на него, ну всё, у меня все сомнения отпали, я его точно себе оставлю и точно буду на него снимать. И это не реклама компании DATI, я просто с вами делюсь информацией. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал. Обязательно будет что-то ещё интересное, буду делиться своим опытом. Всё, всем пока!